Потому что сегодняшняя тема касается одновременно вот этих вещей. С этим, надеюсь, разобрались. Мы еще не подошли к износу пока про устройство, но вы ждете. Ну соленоиды же, когда же соленоиды? Я приветствую всех зрителей нашего канала. С вами снова Александр. Это канал для тех, кто интересуется устройством автоматических коробок передач, а также техническими моментами, связанными с работой автоматических коробок передач. Хотите, чтобы ваша коробка жила долго и счастливо. Мы сервис по ремонту. Находимся мы в Москве. Работаем с Москвой, работаем с регионами, работаем с юрлицами, с сервисами, за нал, по безналу. Если про все это интересно, найдите контакты в подписи к этому видео. Если вы пользователь не в Москве, а если и в Москве, посмотрите заглавное видео на нашем YouTube-канале. Подробнейшим образом, долго, но понятно, рассказал, как вообще устроена работа дистанционно. Чтобы вы про это не переживали, ссылочка на это видео в подписи к этому видео есть. А я продолжаю знакомить вас с разными техническими штуками. И сегодня важнейшая тема, важнейшая для понимания. Многие из вас действительно интересуются. И спасибо вам за обратную связь. Поэтому, если сегодняшняя тема окажется для вас понятной, то поздравляю пятерка вам автоматом сразу. Потому что сегодняшняя тема касается одновременно вот этих вещей. Это износ гидроблока. Вот что же в нем на самом деле изнашивается. До сих пор многие из вас, уверен, думают, что коробка состоит из фрикционов и соленоидов. Соленоидов и фрикционов. Давайте расскажу, что такое на самом деле износ гидроблока. Одновременно это регулировка давления в гидроблоке. Кто поймет, тот вы уже поняли, пятерка автоматом. Ну и досмотрите до конца, воткните голову. И тогда вы точно поймете, что же является причиной номер один. Она не единственная. Я не даю никаких однозначных советов про вашу конкретно коробку. Но причиной номер один пинков и износа автоматической коробкой передач является вот это. Поэтому, если хотите это понять, устраивайтесь поудобнее. Две вещи помогут нам. Первое, это магия кино. Хоп. И второе, это занятие очередное клуба «Очумелый художник» в моем лице. Как обычно, вы соскучились, а я с удовольствием порисую для понимания. Чем проще, тем понятнее. Итак, начинаем не с гидроблока, не с хиловина, не со страстей. А начинаем с того, как очень просто устроена регулировка давления в моторе. Вот упрощенная схема, которая в принципе работает в каждом из ваших двигателей. Итак, есть масло в двигателе, говорим про двигатели, для ассоциаций. Есть насос, обычно шестеренчатый, пластинчатый, по-разному, который подает давление, подает масло в систему. В двигателе, вы понимаете, есть достаточно много точек смазки, которые смазываются под давлением. Это какие-то зазоры, зазоры между вкладышами и шейками коленвала, шатунные и коренные, а еще шейки распредвала. В общем, несколько точек, куда подается давление, масло под давлением. Напомню для двоечников, что кроме смазки под давлением, есть еще смазка разбрызгиванием, масляным туманом и так далее. Вот такая вот простейшая схема. Масло постоянно поддается, в зазорах создается масляный клин и лишнее масло постоянно сливается. Вот такой вот круговорот масла в двигателе. Есть процедура регулировки, есть схема регулировки давления. Выглядит она следующим образом. Примерно по такой схеме. Отвод масла в некий редукционный клапан. Вот эта вот штука называется редукционный клапан. Как она работает? Важнейший момент, кто поймет, тот про это поймет легко. Значит, есть некий вот таким образом устроенный клапан. Я нарисовал цилиндр. В нем поршенек, сзади пружина, тарированная пружина. Но вот я на вскидку написал, там 5 килограмм, предположим, удерживает эта пружина. Вот сюда давит масло, а с этой стороны пружина. Обратите внимание вот на это место. Вот на это место. Вот видите, сейчас камера заперта. Но если давление масла будет больше, чем усилие пружины, поршенек будет отодвигаться, и часть масла будет сливаться обратно в поддон. Как только давление масла здесь упадет, пружина перевешивает, закрывает канал, и все масло идет обратно в систему. Ну, оно и так идет всю систему. Мы говорим про давление. Для того, чтобы понимать про давление и разделить давление насоса и давление в линии, я специально здесь вот установил датчик давления под буковкой P. Понятно. Несколько простых примеров. Уверен, вот эта схема всем понятна, кто не знал, как регулируется давление в двигателе. Вот так, в современных двигателях, вот на эту схему навернуто дополнительно еще дополнительный клапан, который может по желанию дополнительно открывать и сливать часть давления в поддон. Для того, чтобы делать это управляемым. Потому что вот этот процесс, он неуправляемый, он зависит только от усилия пружины. Важнейший для нас момент запомнили. Что происходит? 0 градусов на улице, вязкое масло. Мы завели двигатель на холостых оборотах. Ну вот я написал 700 оборотов. Предположим, все остальные это допущение для вашего понимания. Предположим, при 700 оборотах медленно вращающийся насос на холостых оборотах, но при нуле, при вязком масле, насос создает, предположим, давление 6, 6 бар. 6 бар идет сюда, и 6 бар идет сюда, а пружинка только на 5, поэтому пружинка, давление насоса будет отодвигать наш плунжер, сразу будем говорить так, или поршенек, преодолевая, потому что здесь будет 6, а здесь будет 5, преодолевая давление пружины, будет сливаться, и в линию пойдет 5 бар. Потому что тарированная у нас пружинка. Вот это я здесь и написал, что насос может давить на холостых 6 бар, 7 бар, 8 бар. Ну вот лишнего обычно производитель не делает, но в общем какое-то давление создает с запасом. В линию все равно пойдет столько, сколько рассчитана пружина. Эти цифры похожи на реальную, на реальный Е. Ну вот похоже, примерно вот так это выглядит. Сказать честно, сколько выдает насос при нуле градусов, честно скажу, не знаю. Нету, ну нет датчика, воткнутого в насос. Мы поехали на двигателе, 2000 оборотов. Насос крутится быстрее, понятное дело, что чем быстрее крутится насос, тем больше давление. Предположим, он при 2000 оборотах, предположим, выдает 10 бар на холодном. В линии сколько будет? Все равно 5 бар. Регулировка давления осуществляется механическим регулятором давления или редукционным клапаном. Но это не что иное, как механический регулятор давления. Его характеристика определяется пружинкой. Вот пружинкой. Мы прогрели двигатель. И температура уже у двигателя не 0 градусов, как на улице, а 90 градусов. Предположим, как у нормально прогретого двигателя. Давление на холостых оборотах из-за того, что вязкость масла понижается, насос уже будет выдавать на таких оборотах примерно 1 бар. Уже не больше. 1 бар будет идти сюда, а здесь 5. Понятное дело, что в линии регулятор будет показывать, сколько правильно 1 бар. То есть, этот регулятор давления, не регулятор давления, а показометр. Регулятор давления, рассчитанный на 5 килограмм, выполняет свою работу только тогда, когда сюда приходит больше 5. Если приходит давление меньше 5, например, вот так, понятное дело, что в линии давления будет столько, сколько выдает насос. На 2000 оборотов при 90 градусах. Насос выдает уже, ну, больше, естественно, не 1 бар. Но, предположим, на 6, в линии тогда будет 5. Потому что насос, регулятор давления вступает в действие, когда давление насоса выше, чем усилие вот этой пружинки. Обычно в двигателях вот это реализовано не как поршенек с пружинкой, а как шарик, который под давлением вот здесь вот затыкает вот это отверстие. Вот так вот он затыкает отверстие. И когда давление превышает усилие пружины, он отжимается пружинкой и масло сливается в этот. Но я вам специально нарисовал вот таким образом, чтобы было понятно. Что из этого вам надо взять, прежде чем мы перейдем вот к этому? Предположим, у нас регулятор давления устроен вот именно так. Очень важно, чтобы вот здесь не было никаких утечек и протечек. Запомнили. Очень важно, каким образом устроена эта пружинка. Что она не просто какая-то пружинка, а она тарированная пружинка. Это, надеюсь, понятно. И понятно, что когда насос выдает в линию высокое давление, вот 6 бар, 7 бар, хоть 100 бар, ну ладно, 100-то нет. То в линии вот дальше, после вот этого клапана, наш показометр будет все равно показывать давление, которое определяется усилием этой пружинки. Вот если это до этого момента вам понятно, не останавливайте, если непонятно, остановите, посмотрите еще раз. Если все это уже надоело, выключайте, уходите. А я перехожу к самому интересному. А как же на самом деле устроен регулятор давления в гидроблоке? И вот тут, надеюсь, для вас будет и понятно, если это понятно, и интересно. А для многих открою Америку. Но не переключайтесь, смотрите дальше. Ну что ж, магия кино, умноженная на мои великолепные творческие изобразительные способности, дает вам возможность понять вот что. У нас есть цилиндрический клапан. Он цилиндрической формы. Вот такой реально. Вот он такой вот неровной формы, состоящей из вот таких вот цилиндриков, соединенных перемычками. Вот он цилиндрический. Этот клапан расположен в цилиндрическом канале. Вот этот цилиндрический канал. Можно его туда вставить и вынуть, и достать. Ну, пружина. Вы уже понимаете аналогию, недаром только что все рассказал. Пружина, клапан. Клапан сейчас двинут максимально влево, относительно вас. Есть каналы, по которым может подходить масло. Это важно. И важно, как расположен клапан относительно вот каналов. Вот я его нарисовал максимально понятно. Естественно, вот такого зазора быть не должно, просто для понимания. Насос, масло. Насос начинает подавать масло вот по такой схеме. С этой стороны пружина. Насос подает масло сюда и дальше в линию. Вспоминаем предыдущий кадр. Это давление в линию идет. Но на пути линейного подачи давления в линию стоит регулятор давления. Одновременно давление подается еще вот сюда. Если бы вот этого не было, дорогие школьники второго класса, надеюсь, все бы сказали. Давление на левую стенку и на правую стенку будет одинаковое. Клапан будет располагаться всегда в таком положении. И все будет проходить, и все будет стоять на месте. Но давление подается еще сюда. И таким образом на клапан начинает действовать давление вот так. Ну, и так, и так. Но дополнительно еще вот сюда. И вот это давление начинает перевешивать усилие тарированной пружины. Вот этой достаточно мощной пружины, которая здесь стоит. К чему это все такая вот красота и мои художественные способности? А вот к чему. Давление пружины строго определено. Предположим, я его нарисовал 5 килограмм. Вот 5 килограмм давления пружины. 5 бар, 5 килограмм. Упрощаем. Давайте тогда в барах, раз уж я тут везде рисую буковку Б. Насос, давление насоса зависит, понятное дело, от вязкости масла и от оборотов. Но производитель таким образом устроил конструкцию насоса, что допускаю, при горячем масле, при минимальном давлении, при минимальной вязкости, понятное дело, коробочное масло тоже понижает свою вязкость от температуры. Но вот при какой-то рабочей температуре масла в 90 градусов давление насоса будет с запасом. Вот я его написал примерно 10 бар. Это плюс-минус примерно соответствует тому, что есть. Хоть 10, хоть 20. Почему? Потому что давление, которое действует здесь на клапан и здесь на клапан, будет отодвигать клапан, потому что наше давление будет преодолевать давление пружины. И лишнее масло, вот видите эту ступенечку, еще чуть-чуть, клапан сдвинулся, здесь откроется проход и лишнее масло будет сливаться. Всегда, неважно какое здесь давление, хоть 10 бар, хоть 15, в линию в итоге пойдет давление, соответствующее усилию пружины. И если на этом этапе вам вот это понятно, то вы уже точно получили тройку с плюсом. Ну ладно, четверку. Теперь вам точно понятно, что при любом давлении насоса, который создает наш насос, этот насос работает, конструктивно устроен с большим запасом по давлению так, чтобы даже на холостых оборотах он выдавал давление масла с большим запасом. В линию все равно пойдет гораздо меньше, чем выдает насос. У насоса есть запас по давлению, он просто больше конструктивно рассчитан таким образом, что даже на горячем масле он выдает, вот какое-то давление, высокое, неважно какое, все равно в линию пойдет только, ну, по моей схеме, 5 бар. Потому что давит и с этой, и с этой стороны преодолевает давление усилия пружины. И таким образом, это первый в линейке регуляторов давления. Таких регуляторов давления в гидроблоке несколько, потому что для каждой системы нужно свое давление. Но общий принцип вы понимаете. Вы уже поняли, вот так регулируется давление в гидроблоке. А где же соленоиды? Мы же были уверены, что вот соленоиды что-то там регулируют какое-то давление. Теперь давайте про соленоиды. Как уже понятно из этой схемы, спрашивается, а как можно регулировать? Вот нам нужно не 5 линейное давление, а вот по каким-то причинам на него воздействовать, менять его. Как мы можем на ходу менять пружинки, усилия пружинок? Хороший вопрос. Теперь вам понятно, что на заре туманной юности, когда были только гидравлические коробки передач, чистая гидравлика, регулировка давления была устроена вот так, вот по такой схеме. Только рассчитано усилие пружины. Когда преодолевает этот клапан усилие этой пружины, клапан сдвигается, появляется возможность части жидкости сливаться, и в линию идет все равно нужное нам давление. Вот так работали старые гидравлические коробки передач, так устроена регулировка давления в старой гидравлической коробке передач. Но производителю надо влиять вот на это давление, на линейное давление, на отдельно стоит регулятор, давление, которое идет к соленоидам, стоит в линии еще один регулятор и так далее. Как влиять на эти давления, когда у нас есть жесткая пружина? И вот тут нам на помощь приходит дополнительный электрический регулятор давления. Прежде чем перейти к регулятору давления, чего вы все, конечно же, ждете, еще один момент. Пытливый зритель спросит, ну хорошо, есть вот слив. Когда сдвигается наш клапан, часть масла сливается обратно в поддон, в линию идет только да, с этим понятно. А вот это зачем? А зачем он здесь состоит из нескольких, а не просто взять цилиндрик с пружинкой? Я вам нарисовал реальный регулятор давления от восьмиступенчатой коробки передач ZF 8HP. Ну, утрированно, но максимально близко к тексту. Вот он этот регулятор, вот он, вот, вот он именно вот так устроен. Вот этот цилиндр, вот этот поясок и вот этот поясок. Зачем здесь еще один поясок? А вот зачем? Помните, насос с запасом, давление выдает с запасом. Так вот, это давление, вот я здесь написал 10 бар, не уверен, что здесь не 20, но честно скажу, потому что здесь нет никакого измерителя давления. Вполне возможно, что здесь может быть с запасом не 10 бар, не знаю, а 20. Такое высокое давление, особенно на холодную, может создавать насос. И когда у нас клапан сдвигается вправо, то вот этого канала просто может быть недостаточно для слива масла. Представьте себе, но я вам попытаюсь это снять отдельным кадром. Клапан сдвигается, открывая, полностью перемещается, открывает этот канал, масло сливается, но насос давит настолько, у него настолько высокая производительность, что этого канала недостаточно. Давление все равно будет расти, и клапан сдвигается еще дальше, и вот этот поясок открывает нам вот этот канал, и тогда сливается еще и здесь. До какой степени у нас запас давления насоса, для того, чтобы даже на холостых оборотах, а вы помните, мы трогаемся на низких оборотах, а это первая передача. Это одна из самых больших усилий должно быть во фрикционных, поэтому давление, которое идет в линию, должно быть гарантировано достаточно при любых оборотах двигателя. И в регуляторе предусмотрено, первый этап сливается давление, а если не хватает, и клапан сдвигается больше, второй этап, ну, все представили себе, вот этот поясок, он будет вот здесь, вот так вот, вот так вот, и тогда у нас будет сливаться и сюда, и еще и вот сюда. Это лишний раз говорит о том, какой большой запас по давлению у основного насоса в коробке передач. Он с большим запасом. Это всего лишь сделано для того, чтобы вот здесь в линии всегда было точно определенное давление, ну, по нашей схеме определяемое усилием пружинки. В таком положении клапан расположен, когда система либо не работает, либо находится в равновесном состоянии. Справа вот здесь будет пружина, она сжата, а слева клапан упирается. Соответственно, дальше влево он переместиться в обычном положении не может. Вот. Давление от насоса приходит сюда, а также приходит вот сюда. Когда давление насоса перевешивает усилие пружины, перевешивает усилие пружины, клапан начинает сдвигаться вправо. Обратите внимание, что сейчас за счет уплотнения вот в этом месте, а также за счет уплотнения вот в этом месте, давление проходит и никуда не уходит. Только располагается вот здесь, подача давления от насоса в линию. Как только давление насоса перевешивает усилие пружины, клапан начинает сдвигаться вправо. Обращаем внимание вот на это место. Сдвигается вправо вот таким образом, что вот здесь еще есть уплотнение, а здесь уже масло начинает проходить через появившуюся щель и уходит, ну, в первом приближении назовем так, на слив. Вот здесь это хорошо видно. Если давление насоса еще выше, тогда приоткрывается еще и вот эта щель. И масло проходит вот сюда на слив и проходит вот сюда на слив вот в эти два дополнительных канала, которые открываются. Клапан не находится в равновесном положении, он находится все время вот в таком положении, колеблется относительно открытого и закрытого состояния. То есть клапан приоткрывается, сливается масло, давление чуть-чуть падает, клапан призакрывается, но опять давление растет, он открывается, и таким образом клапан постоянно находится вот в таком состоянии. Он постоянно елозит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Здесь происходит перетекание жидкости либо здесь, либо здесь. С этим, надеюсь, разобрались. Мы еще не подошли к износу пока про устройство, но вы ждете, ну соленоиды же, когда же соленоиды? Для многих момент истины, потому что мы же все уверены, что коробка состоит из соленоидов и фрикционов, а тут нам про какие-то клапаны и пружинки. Но соленоиды, соленоиды, есть, конечно, и соленоиды. Итак, очень обидное для соленоида слово соленоид на самом деле. Очень обидно, потому что это фактически дополнительный регулятор давления. Он работает в паре с основным регулятором давления. Что такое электрический дополнительный регулятор давления? Вот он схематично у меня вот здесь вот нарисован. Давайте-ка посмотрим. Итак, есть канал совсем схематично, но для любителей технических штук кружок «Очумелый художник» дает огромные возможности. Итак, есть масло. Здесь подается, сюда подается масло не из насоса. Помните, несколько последовательных регуляторов давления. Отдельный регулятор после главного регулятора есть клапан соленоидного давления. Вот это вот клапан. Есть клапан соленоидного давления, механический. Клапан соленоидного давления формирует отдельное, дополнительное, небольшое давление, которое идет вот так. Вот это клапан. Здесь есть электрическая катушка черная, сердечник, маленькая иголочка и шарик. Вот примерно так нарисовано, устроено так, как я нарисовал. Понятное дело, что пока клапан не задействован, ничего, просто давление проходит через клапан, никак ни на что не влияет. Как только мы начинаем сюда подавать ток с определенной частотой, вот сюда, по определенному закону, по определенному закону вкал-выкал. И более того, мы можем еще и регулировать скважность подачи тока. Мы сюда подаем ток. Извините, заговорился. Меняем скважность, то есть меняем соотношение, когда клапан вкал и когда он выкал. То есть он подаем, подали напряжение, сердечник втянулся, шарик приоткрылся. Пропало напряжение, сердечник отпрыгнул, шарик закрылся. Подали напряжение, сердечник втянулся, шарик открылся. Для чего? А вот для чего. Когда шарик приподнимается, сердечник втягивается, эта иголочка нажимает на шарик, у нас часть масла пошла вот так, вот сюда, под пружинку. Дополнительно. Мы подаем дополнительное давление сюда, вот в эту область. И на это давление мы можем влиять, потому что блок управления может менять вот эти импульсы. Импульс открытия клапана и закрытие. Открытие и закрытие. Все это происходит достаточно высокой частотой. Знатоки уже поняли, что я тут косноязычно рассказываю не что иное, как принцип широтно-импульсной модуляции. Именно таким образом управляется этот дополнительный регулятор давления. Соответственно, меняя скважность, меняя отношение открытого положения относительно закрытого, а это происходит с достаточно высокой частотой, мы можем менять вот это давление по определенному закону, который заложено. Для чего это все, весь этот концерт? Для того, чтобы дополнительно увеличивать, если надо, жесткость, ну как бы, жесткость пружины. Но мы к жесткости пружины добавляем дополнительное давление с помощью нашего электрического регулятора. И таким образом мы можем, вы понимаете, увеличивая жесткость, ну как бы, увеличивая жесткость пружины, точнее увеличивая вот это давление сопротивления вот в этой камере, мы будем увеличивать давление, ну в моем случае линейное давление. Соответственно, убрав это давление, у нас останется только давление, соответственно, пружине. Именно таким образом, вот если этот принцип вам понятен, то вам становится понятно. Следующее, повторюсь. Итак, основной регулятор давления, механический, плунжерный, который работает, двигаясь влево-вправо, с достаточно высокой частотой, потому что как только он приоткрылся, давление слилось, здесь давление уменьшилось, он закрылся, но опять открылся, и он работает вот так вот очень, ну с достаточно высокой частотой, обеспечивая давление в линии. Но на это давление нельзя влиять, потому что это определяется жесткостью пружины. Как это сделать? Мы сюда дополнительно добавляем еще одно регулирующее давление с помощью нашего электрического регулятора. Только посмейте назвать вот эту штуку соленоидом. Это электрический регулятор, но, конечно же, у него есть электрическая катушка внутри. Напряжение тут не очень большое, но вот регулируя частоту, мы можем регулировать давление управляющее, которое помогает регулировать давление, которое проходит через этот регулятор. Фуф, наконец-то. Дошло, граждане ученички? Надеюсь, до всех дошло. Какой вывод из этого на начальном этапе? Сейчас вот до самого интересного дойдем, подождите. А вывод следующий. Соленоиды или регуляторы давления, давайте говорить правильным языком, регулятор давления не регулирует давление в системе. Он помогает, это дополнительное управляющее давление, он помогает основному регулятору регулировать давление в системе. Надеюсь, это теперь-то вдолбилось в головы всех граждан, интересующихся технической стороной вопроса. Вот так вот. Ну что, а теперь давайте перейдем к хиловину, к разным страстям на эту тему. Продолжение следует...